МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот праздник не только подведение итогов и обозначение новых горизонтов для дальнейшего развития отрасли, но и возможность поблагодарить друг друга за проделанный труд. Хлеборубы Бараночского района в этом году собрали более 180 тысяч тонн зерна вместе с кукурузой. Урожайность составила 48 центнеров с гектара. Высокий результат достигнут не за счет повышения пассивных площадей, а благодаря высокой культуре земледельния, соблюдению технологической дисциплины. Экономика и деньги, куются – это самое главное монокол. Наша задача. Мы заготовили кормов сегодня, достаточно заготовили. Поэтому самая главная задача сегодня – наращивание продукции живоотноводства, на том, что произвели в растеневодстве. Тогда все получится, будут деньги. Сегодня цена хорошая, надо работать над качеством. Мы сегодня достраиваем ферму в Лавриновичах, вводим вот первый годик обратно на 1100 голов, через Банк развития кредитных ресурсов и собственные средства хозяйства. Ведется в каждом хозяйстве реконструкция фермы, в каждом. Кто-то молочную ферму реконструирует, кто-то телятники. То есть работа эта продолжается. Десятки электронных датчиков, компьютерная программа, контролирующая все процессы. Именно так сегодня выглядит современное сельхозпредприятие в Барановичском районе. А еще жилье и социальная инфраструктура населения хуже городской, что позволяет закрепиться молодым специалистам. К нам в этом году пришло 37 молодых специалистов. Мы их левеем, они пришли к нам, мы их должны оставить и вырастить. Хотя закрепляемость у нас неплохая молодых специалистов. Вот за последние два года мы приняли 90 с лишним, с 2015 года за три, ну за два, приняли почти 90 специалистов всех уроков, со средне-специальным и высшим образованием именно в сельскохозяйственном направлении. Мы сегодня, за прошлый год, из 37, вот в этом году из 37 прибывших, мы 30 дали жилье, построено по указу президента. Где-то дали обшежитие. Ну, холостяки, естественно, те, кто проживает, мы дали обшежитие. У нас есть такая возможность. Положение дел в аграрном секторе напрямую затрагивает интересы практически любого гражданина нашей республики. Оно определяет продовольственную безопасность страны. Российские санкции, запретившие поставки определенной продукции, сыграли свою положительную роль. Предприятия района успешно осваивают новые рынки. Мы очень серьезно по Казахстану открыты сегодня. Очень серьезно. Мы торгуем с Украиной, по мясу птицы. Но с Казахстаном очень серьезно. Мы сегодня на евразийский рынок выходим. Я думаю, дело ближайшего будущего, что наше мясо дружбы появится на китайском рынке. Это серьезный рынок, куда надо серьезные подходы туда. Чтобы войти на китайский рынок, они только пять лет изучают. И вот их специалисты сказали, только благодаря встрече вашего президента и нашего, китайский президент поручил своим службам, чтобы белорусский рынок вне очереди рассмотрели на свой рынок. Нынешние приоритеты аграриев заключаются в создании современной инновационной производственной базы, повышении конкурентоспособности продукции и наращивании экспорта. Я, во-первых, хочу всех аграриев, наших ветеранов в первую очередь, это они создали фундамент, тот, на котором мы сегодня, прочный фундамент сельскохозяйственного производства, поблагодарить всех, в первую очередь, ветеранов сельскохозяйственного производства и поздравить всех работников сельского хозяйства, перерабатывающих промышленности, ведь продукция перерабатывается нашим, потом достойно идет на прилавки, ценится, нашу продукцию знает за пределами нашей переработки. Хочу всех поздравить с таким прекрасным праздником, пожелать всем крепкого здоровья, в первую очередь, достатка в доме, благополучия, семьи, добробыта, роста заработной платы, от нас всех зависящих, всем хотящих, от этого благополучия. Всех с праздником!